я назвал эту презентацию урожай контраста 2020 год это не рекорд это второй после семнадцатого года урожай но он очень и очень контраст по регионам и по культурам я сначала не буду вас мучить тем как у нас разложились пассивные площади потому что на самом деле мы их толком не знаем а есть просто называется разные версии мицельхоза и вовска но просто отмечу только то что у нас их стало несколько больше незначительно целом где-то на процент полтора нахвативных площадей больше но но что очень важно мы столкнулись с очень мощной засухой которая по сути дела не прекращалась никак на юге буквально осенью 2019 года там не было нормальных хороших дождей которые в общем-то повлияли бы как-то спасительных или просто обильно сняли проблемы это раз второе она началась она начала развиваться по своим территориям расширяя ареал это не только ставрополь и это часть кубани это части ростовской области вот видите там эти первые декады мая 2 декады мая все идет по развитию потом кстати началось затягивать саратовскую область и что самое неприятное в конце мая это у сибирь это алтайский край не частично новосибирская область сначала на июня ничего не изменилось а только ухудшилось и если скажем на юге в некоторых местах прошли дожди и все лучше если прошло на улучшение это покупание то по сибири наоборот очень-то начало ухудшаться в это чувствовали на своих плечах буквально 2 декады июня засуха расширилась на часть новосибирской области каратовской области и оренбург а в конце июня углубилась и укоренилась но и ко всем прочим никак не изменила свое положение на виде россии это таким образом вот исходя из этих драматичных порой взглядов но при этом подчеркну вернусь к тому что показывал по центральному черновенью по поволжье весь этот период и май и июнь ситуация была не только комфортно а даже может быть идеальность точки зрения и так есть существенные минусы на юге есть будут существенные минусы сибири но есть такие же иногда даже превосходящие плюсы в центральном черноземье их получит поэтому взгляд пока у меня стоит на сто двадцать восемь миллионов тонн но он считался эта цифра считалась две недели назад то процессы которые сейчас развиваются и не идут в сторону плюсов а порой идут минус наверно приведут к тому что мне придется цифру снизить и вернуться к тому что было в апреле и в мае ну то есть это где-то так может быть на 2 миллиона тонн в первую очередь это относится к пшениц которую я пока оцениваю в семьдесят восемь миллионов тонн а в мае было семьдесят семь это раз возможно вернется на семьдесят семь может даже как скромнее в результате минус тонн по пшеницы это все равно выше и лучше чем в прошлом году но и но конечно никак не дотягивает до рекорда семнадцатого вот из чего будет складываться этот второй по объемам урожай плюсом которым еще будет естественно кукуруза потому что если скажем для пшеницы очень один это завтрак оказалось очень сильно критичный на юбе нашей россии то прошедшие потом осадки для поздних кукурузов в общем-то были весна благодатны и это относится кукуруза южная кукуруза может быть окажется под сильным давлением жары которая там сейчас есть но в цыгальном Черноземье и в Поволжье которые действительно стали мощными производителями кукуруза все происходит пока по хорошим благодатным сценариям иногда даже идеальным ячмень по сути дела примерно как в прошлом году 20 миллионов тонн плюс-минус некоторые которые не существуют но в целом около 20 миллионов основные и подробности вот они здесь уже сказал про пшеницу отмечу важную для вас гречиху пока она у меня в плюсе именно из-за того что есть такой же примерно пятипроцентный плюс по цельным площадям но развитие того что будут гречихой на Алтае может привести к тому что мы будем получены урожай ниже до 300 тысяч тонн или в районе до 300 тысяч тонн всей гречи в целом для России по основным регионам вот это центр центр мы по сути дела получаем рекордный урожай они могут оказаться выше семнадцатого года по основным производителям это Курская область Воронежская Орловская область вот эти вот регионы могут показать дополнительный плюс по пшеницу и по сукурузии и выйти на свой местный рекорд но провал в Тавропольне снижение по югу еще тоже опять таки впереди уже сейчас есть еще дополнительно впереди но по Волжье и здесь никогда не будет семнадцатый год но существенно выше чем текущая цифра по Волжье но Черноземье и по Волжье компенсируют эти пока провалы юга и возможно Сибири вынесут урожай всего зерновых на второй показатель в 2017 году по Сибирскому федеральному году вот это вот пока что средняя цифра может оказаться так что мы получим не то чтобы плюс 200 тысяч тонн от прошлого года скорее всего это будет минус минус те самые 200 тысяч тонн которые мы получим в прошлом году но здесь в общем-то минус это что алтайский а остальные регионы пока находятся в неплохом развитии миноритальные наши федеральные округа они могут показаться как и говорят в пользу урожаях там развитие элитационного процесса зерновых она находится ну не то что в идеальных но в очень неплохих условиях Калининградская область на северо-западе Амурская и Приморский край они могут приблизиться к своим рекордам или таких произведений отдельно остановлюсь на пшенице по регионам потому что опять пшеница она главный зерновой продукт и вот именно здесь это центр который даст очень хороший урожай и по Волгу они должны компенсировать те провалы которые произошли в Ставрополье и то снижение которое произойдет на юге вот подробности по урожаю всех зерновых для северо-федерального округа ну что Алтайский край пока у меня стоит минус 400 тысяч тонн после прошлого года может оказаться так что мы соберем вы сделаете в районе 4 миллионов тонн здесь минус может еще быть дополнен но именно вот в районе таких цифр 4 миллиона а Новосибирская область в районе 2-2,1 миллиона хотя сами новосибирские власти посмотрят на то что у них будет 2,5-2,6 миллионов но я не знаю откуда этот альтинфиканский альтинизм исходя из тех засушенных выстрелений которые будут на границе с алтайским краем этого может не произойти но вместе с тем в Красноярских краях и Омской области в общем-то там все неплохо и они дадут прибавку урожая который компенсирует отчасти вот такие провалы алтайского края Экспорт естественно является для нас главной ценообразующей такой течкой или как называется локомотивом нашей зеновой индустрии за такой год ну по пшенице скажем так почему у нас внутреннее потребление находится в районе 35 миллионов цены если обложить в сторону именно цена а экспорт порой превосходит это внутреннее потребление и это значит естественно что то что то как дышит экспортеры по цене так в общем-то и ведет себя рынок нашей пшеницы тем более что экспортируем мы продовольственную пшеницу а потребление пшеницы у нас вообще в районе 17 миллионов цены дальше конечно очень важно то что мы получим хороший урожай в Кулузе и увеличим экспортный потенциал ну 5 миллионов там вряд ли но это может быть естественно тоже это будет оказывать очень важное ценообразующее влияние по кукурузе а значит и всего разного сыра и ячмень пока у меня скромно 4,2 миллиона тонн но у нас ячмень как всегда приносит сюрпризы если мы скажем в прошлом сезоне планировали что это будет тоже где-то 4,2-4,3 миллиона тонн в конце сезона он всегда приносит интересный такой плеск неизвестно откуда взявшись ячменя и мы начинаем увеличивать и корректировать экспортные цены это тоже фуражный сектор который даст нам цене такой ориентир маяк того как будет выживаться вся ценовая политика на внутренних регионах Важным и уникальным явлением для зернового баланса ушедшего сезона и предстоящего это вот то что мы уже прожили в начале 2020 года это то что может у нас интервенционный фонд практически не стоит ну 380 тысяч тонн интервенционного фонда это не просто мало а очень мало по всему прочему у нас в целом запасы весьма низкие почему так резко упал с 15 миллионов фондов до 11-12 миллионов я считаю это такая рукотворная и контрпродуктивная игра нашего руководства если я считаю не синхозы я скрипически отношусь к руководству под названием экспортные квоты которые спровоцировали на самом деле желанием ограничить экспорт они спровоцировали дополнительные или излишние если бы этого не было я думаю что экспорт был бы немножко скромнее это было в расчетах примерно 44-45 миллионов но вывезли на дополнительные там 500 800 тысяч тонн больше через сканы там можно здесь еще там Армению Белоруссии частично Киевизию даже немножко и таким образом та свистопляска лихорадка которая была в марте и в апреле по экспорту зерновых была фактом этого квотирования и я считаю ненормального движения на если и тогда мы соберем 128 миллионов тонн будем корректировать эти цифры но пока что при увеличении на 1 миллион тонн и меньше внутреннего потребления с 80 до 1 миллион тонн мы можем получить экспортный потенциал выше чем в прошлом сезоне на 100 и потенциал может становиться выше чем в прошлом сезоне и в целом экспортировать 47 миллионов тонн выйдя на более-менее нормальный здоровый переходящий остаток 12-13 часов. Я на этом надеюсь, хотя планы квартирирования экспорта на актуальность и коза сохраняются. И, увы, мы можем получить во второй полный сезон повторение прошлогодней картины. Конъюнктура сейчас складывается, я бы сказал, позитивно. Несмотря на то, что если вот вернуть на пульс рынка, это тендеры Египта. ГАЗ у нас покупает традиционно в начале этой, ну, в первом сезоне Египта есть именно ценообразующий процесс. Это вот в прошлый сезон, это уже есть четыре тендера, по-новому уезжали. То предыдущий тендер, последний, был на полтора лишь доллара по цене ниже, чем 18-го июля. Можно сказать, и глядя на то, как сейчас развивается ценовая картина на Черном море, что это, в итоге, дело есть на крайней армии. Потом, после подъема, может быть, еще одно дно, второе, даже нельзя отвечать, третье дно. Посмотрите на то, как происходило, как происходило цена в влажном сезоне на этих тендерах. Но сейчас это, в общем-то, уверенность в этом постепенно вырастает. И мы идем на некоторое повышательное движение, незначительное, несущественное, но все-таки это не нет. Аналогично, что ведут себя с культом экспортеры, которые в рублях, покупая на Черном море или на Азовском море, на Дону, уже сейчас даже выше, чем вот эти цифры, которые здесь все демонстрированы. То есть это не 12 700, а даже 13 тысяч рублей за тонн на ДСМПС, а 12 тысяч рублей за тонн на ДСМПС. То есть они также идут в плюс, глядя на то, как развивается цена на экспортном полисе, то есть на пол. Дальше. Если мы посмотрим на то, как ведут себя наши основные конкуренции, то... Хорошая новость – это то, когда все плохо путем курения. А эта стена есть. На Дальней воде, мы посмотрим на Европейский союз, там очень существенный провал урожая пшеницы. И, естественно, очень существенный провал экспортного потенциала, после того, как они отэкспортируют 36 миллионов тонн, сейчас по Европейскому союзу прогнозу стоит на 28 и, может быть, еще ниже, на 26 миллионов тонн. Отмечу, что у нас мы можем оказаться на первом месте и, соответственно, получить увеличение этого нового потенциала пшеницы. Дальше. Есть снижение возможных у Соединенных Штатов и урожая, и потенциала пшеницы. И это на Дальней воде для нас есть позитив. И позитив, естественно, для цены в целом. Кроме всего прочего, есть позитив на Ближней воде, так сказать, это Украина. А та засуха, которая убила урожай нашего юга, это та же самая, что и на юге Украины, и в Лумынии, и в Балгарии. Это одна полоса засуха. И снижение урожая на Украине в Штатове ведет к снижению дополнительных урожаях и потенциала Украины, которые являются мощным, существенным игроком причинамоги на Ближней воде. И это, может сказать, с 20 до 17, ну, даже 16 с половиной миллионов тонн, то есть вот и потенциал Украины. Вот это все готовит к ценам на экспортном барресе, в общем-то, подъемную динамику в первой половине сезона. Но именно в первой половине сезона, потому что потом и на этом, что называется, хорошие новости заканчиваются. Начинается плохие новости, а именно, вторая половина сезона поступления урожая Южного полушария, Австралия и Аргентина. Здесь негатив, получается, в высоком позитиве Австралии. После тех трехлетних бед, которые обрушились на этот континент в виде заслуг и пожаров, там все налаживается, и они могут получить, если не рекординг, очень высокий урожай в шинице, там 4 миллионов тонн, соответственно, 16, возможно, миллионов тонн после 10 экспортов в прошлом сезоне. Сейчас 16 миллионов. И они это будут выходить в декабре, в декабре с этим урожаем, оказывая существенное давление на цену и повышая капризность покупателей. А это значит, что наши цены на Новороссийские или для Украины поп Одесса могут выйти или на плата в декабре, или даже начать снижаться в январе. Это еще, так сказать, под вопросом все и Аргентина, и Австралия, но, скажем так, в принципе, не под вопросом, что это будет там. Под вопросом, скажем, будет глубина этого снижения или на любых этого плата. Дликность этого плата, в целом. Но это у нас почти что неминуемо произойдет. Так что хорошие новости заканчиваются, начинаются плохие. Как обычно, мы уже не раз такие сезоны проходили. Можем пройти на этот раз. Вопрос это будет в том, вот, скажем так, это разные сезоны длительные. Цена – это вот предыдущий сезон, красная. Это вот самый лучший был 2018-2019 года, когда цены добрались до 250 долларов. Пшеницы 12-го на Черном море. То сейчас очень смешная ситуация. Стартуя каждый раз 4 сезона подряд из одной точки 200 долларов. Если у нас 2-3 доллара, то есть ущетки. Время мы стартуем из одной точки, но дальше развиваемся по-разному. Или, что называется, уходим в минус глубокий. Или, что называется, рвем сразу вверх взлет, как это было в 2018 году. Ну, сейчас я уже, кстати, откладываю вот эту вот динамику, которая нарисована черным пунктиром, потому что она развивается в позитивном росте. Не в таком взлетном, как это было в 2018 году, но, может быть, вот в таком, как это было в 2016-2017 году, вот из точки ведения июля, когда был умеренный погиб. И в целом картина может именно развиваться так же, так же, как в 2016-2017 году, если ее немножко сдвинуть влево и поднять к точке 200 долларов. К этой точке 200 долларов. Ну, и, естественно, декабрь-генваль – это зона очень высокой турбулентности, когда выходит оскоролистское зерно и начинается свистопляска с, скорее, понижательным курсом, чем, вот, повышенный. Если и когда мы смотрим достаточно позитивно на экспортную базу, то для внутренних цеп дополнительным позитивом является, я думаю, будет являться, курс рубля, который, надеюсь, не будет расслабливаться, не будет укрепляться на базе, а будет немножко ослабеваться. Потому что за счет того, что у нас происходило с этой пандемией коронавируса, у нас полностью остановился туризм, полностью, ну, не полностью, очень сильно упал, вырос прикрытал и был очень слабый импорт. А с выходом из этой пандемии, из этих эпидемий, мы получаем восстановление туризма, начинаем вывозить какой-то, ну, хотя бы в виде туризма, и увеличивается химик. Это все влияет на то, что возникает потребность в дополнительной валюте, и, следовательно, можно ожидать некоторого ослабления рубля в рамках 70-75 градусов. И для внутренних цен это означает, в данном случае пока европейская часть России, что мы получим, ну, при том, что текущие цены на Черном море сейчас на 10 долларов выше, чем в прошлом году, запомнили. И курси, если в прошлом году доллар 162 рубля, то сейчас 70-72 рубля стоит доллар, то визуция цена, и сейчас уже снижается цена на новые урожаи, которые в прошлом году на 4-й класс, ну, соответственно, на 3-й, на 5-й класс, аналогично, в разных широтах. Но это будет выше, чем в прошлом году, вот в прошлый год это синяя линия. Я так полагаю, на уровне тысячи, ну, даже полторы тысячи рублей. Это будет более позитивный, более позитивный рублевый поедольцы. Для продовольственной кшеницы, как и третьего, так и четвертого класса. Четвертый класс – это самый массовый товар у нас, так и, в принципе, для пшеницы пятого. Ячмень, он может нырнуть несколько ниже, чем в прошлом году по цене, но восстановится и будет выше, чем эта синяя линия прошлого сезона. На 200-300 рублей может быть выше. Именно благодаря тому, что пшеница пятого класса, враженная пшеница, будет дороже в чем в прошлом году и дороже будет кукурузов. Она стартует пока, что по новому сезону, это в сентябре, в тысячи 165 долларов. Это тоже на 10 долларов выше, чем в прошлом году. И на 5, точнее, на 10 по цене с Украиной. И это, в общем-то, тоже является залогом того, что фуражный сектор будет дороже в прошлом году. И это, естественно, по-речему, становится позитивным. Ну вот, таким образом, я... А, и теперь, если перейти на сибирскую территорию, то для Сибири, по сравнению с тем, что были в прошлые сезоны, во-первых, надо сначала упасть от тех цен, максимум, рекордных цен, которые были на урожай 19-го года в конце, доходили до 15-й на 3-й класс, даже на 4-й класс пил 15-й еще в месяц. Сейчас мы упадем здесь несколько ниже, чем в прошлом году, но не ниже, чем это было в прошлом сезоне. Потом получим некоторое восстановление, плата в ноябре, и совсем не уверен, что это будет такой же вот рост, как это было во второй половине 19-го, 20-го года, то есть вот сейчас и весной 20-й. Там благодаря именно курсу, именно девальвации излетели. Но стартовая для третьего класса, скажем так, 9 тысяч рублей без НДС, плюс 500 рублей, естественно, пока что видится для нового урожая на элеваторе, не на хозяйстве, а на элеваторе. Соответственно, 9 900 с. тоже самое для четвертого класса, снижаемся несколько ниже, чем в прошлом году, но потом, кстати, повторяем прошлогодние цифры без элеваторе, на той дирекционного дирекционного директора, который был в 2020-м. Про масличные и про масло. Написал, что оптимизм впереди по той причине, что, ну, скажем так, посевные площади, которые пока что известны или прогнозируются, они, я надеюсь, будут подняты и увеличены в сторону плюс от того, что я сейчас вижу по подсолнечнику, то есть предположение, что это 8,4 миллиона гектар, надеюсь, это будет 8,5 или 8,6 миллиона гектар, то есть почти в прошлом году. И также по СОИ, пока это 3 миллиона гектар, но может оказаться, что это будет выше, потому что есть недосев по Дальнему Востоку или просто еще не дошли данные по Дальнему Востоку и там цифр может оказаться выше. Но в целом пока что у меня взгляд на 15 миллионов тонн, даже если вырастет посевная площадь по подсолнечнику, все равно это пока в районе 15 миллионов тонн производства подсолнечника. Казалось бы, это немножко ниже, чем в прошлом году, мы собрали 15,4, там были у нас уникальные условия развития по подсолнечнику и особенно по уборке подсолнечника. И мы получили его с очень маленькими потерями, рекордный урожай, всплеск до некоторого даже космоса. Теперь 15 миллионов тонн немножко так будет как бы резонировать с рекордом прошлого года, но в целом мы таких объемов, таких пропозиций по космосу никогда не получали, поэтому это очень много, это очень хорошо. Дальше, в общем-то, уже все ясно и сложилось по РАПСу, и здесь есть незначительное увеличение в производстве, потому что Азин РАПС, в общем-то, он неплохо показывает себя, кроме Ставрополья, везде, и есть увеличение по Азин РАПСу при некотором снижении по РАПСу гировому. Поэтому один плюс накладывается на другой минус, и мы получаем, я надеюсь, 2,1 миллион тонн РАПСа, то есть это близкий к прошлогоднему показатель в целом, а по Сибири это будет немножко ниже, по героркетической части немножко больше. Так что картинка похожая, в регионах чуть-чуть очень значительное различие, но именно в таких плюс там не . что хорошо все нехлопко складывается в Черноземье средненько на юге, но Черноземье вообще-то главный соевый бобов, они его делают больше, чем Дальний Восток уже, и по площадям идет все хорошо, и по урожайности, поэтому главное это Черноземье. Если когда будет еще некоторое увеличение по дальнему Востоку, то мы получим 4,5 4,6 миллиона соевых бобов. И таким образом общая картина этих трех основных различных, она если будет не такой, что в прошлом году, 21 Восток, то скажем даже выше, где-нибудь за счет соевых бобов окажется 22 миллиона тонн по основным прием наслечения. В этом есть некоторые позиции. Что касается теперь главное, все-таки это наш подсолнечник, и на нем я остановлюсь. Здесь уже сказал, Черноземье в плюсе, по Волжью контраст в том, что Оренбург недосеял, но Саратов это дело компенсировал, поэтому там очень-то хороший урожай, почти что похожий как в прошлом году, но тоже бы позволил собрать подсолнечник без потерь, показал вот такую историю. По югу снижение пассивов в целом есть просто на просто, поэтому юг в небольшом снижение ну а Сибирь, ну это вот то, что вы видите у себя, это образно, поэтому здесь в общем-то есть скорее всего будет снижение межи, чем число тысяч, что в целом противостояние реального опыта, не помню слуха по Алтаю, могу попозже прокомментировать вопрос. Вот основная связующая страна. Заканчиваем мы сезон, пока что еще идет окончание сезона, еще два месяца полтора месяца пережевывать старый урожай, мы заканчиваем с очень низкими запасами. В общем, картина опять-таки удивительная. У нас были рекордные запасы по маслическому культуру подсолнечнику, благодаря рекордным урожайам всех этих культуров, но сейчас мы получаем рекордно низкий причина. Вы знаете, как это не смешно, опять-таки рукотворно. Это то сумасшествие, которое в общем-то позволяет себе наше руководство благодаря союзу масштабжирового масштабжирового сферы. А именно, лихорадили нас весь сезон, точнее, в местных сезонах вообще-то особенно введением дополнительной кошлины экспортной, а то и просто запрет. В итоге ввели запрет на экспорт подсолнечника. не всех вас пошел по пути масштабжирового союза в ущерб производителям по сути дела. Но так как это очень долго и муторно обсуждалось и отмечалось, естественно, экспортеры смогли сделать рекордный экспорт подсолнечника. Вот он у нас. Давайте посмотрим здесь. 1,1 миллион тонн экспорт по подсолнечнику. Причем, если учесть еще экспорт в страны таможенного союза, потому что это запретил там ввели. То еще и 200 тысяч тонн дополнительно в Казахстан. По моим оценкам. И самое интересное, экспортировали и покупали мы в такие страны, которые не покупали его вообще никогда. Они сами были экспортерами. Болгария, Румыния, ну, Латвия, это транзит, понятно, Китай лечился, но обычно покупала Турция. Сейчас покупали все, потому что что закроется калитка, надо брать. Так что этот ажиотаж, который устроили перед введением запрета, это такое вот выкатворное спасибо нашему руководству. Без него, в общем-то, мне кажется, было бы более-менее спокойно и более-менее нормально. Может быть, это экспортировали даже, опять-таки, меньше, потому что действительно старались, можно сказать, скорее, особенно учитывая слабый урожай подсолнечник в Турции. После того, как закрылся подсолнечник, другие, естественно, стали покупать масло. И вот здесь начался другой ажиотаж по экспорту масла. Сейчас я вам не покажу, буквально только недавно загрузили данные по экспорту масла, но в апреле, по-моему, было экспортировано, потом могу ответить на вопросы, если не 600 тысяч тонн масла. То есть это просто была фантастика. Турки покупали как пылесос наше масло. Сначала покупали подсолнечник, а потом покупали масло. Вот такая вот свистопляска. Зачем надо было это устраивать, совершенно непонятно, но это было сделано на ленте подсолнечника. Но отчасти, в общем-то, благодаря вот этой нервозности этому жуткому пылесосу на экспортном ленте сначала подсолнечника это масло. Мы получили в течение сезона очень хорошие, ликвидные, высокие цены на подсолнечник. странная вещь. Я бы не сказал, что это здорово, но это не нахожу слова. Люди, которые пытались ограничить рост цен на подсолнечник, наоборот, способствовали всему тому, чтобы этот рост цен состоял. они сделали все точности до наоборот своим ценам, которые у них были поставлены изначально. Масло жировое садили. Они хотели ограничить экспорт подсолнечника и рост цен на подсолнечник получили супер цены благодаря экспортеру. Потом благодаря маслу опять-таки пришлось закупать по супер дорогим ценам подсолнечник, чтобы уже выхлопить экспорт. Вот такая история. Вот что-то произошло с экспортными ценами. После того, как они упали благодаря пандемии, рухнули и ценам на масло, они просто рухнули не на масло, на нефть, они рухнули в марте до 625 долларов в новороссийске, это очень низко. Но потом отскочили и взлетели почти на 800 долларов в новороссийске. Сейчас идет такая очень постабильная картина в районе 750 долларов. идет консолидация. И мы получили очень хорошее производство масла в целом, которое, я полагаю, будет более 6 миллионов тонн. Такого не было никогда, сезон. И естественно мы получим более 3 миллионов тонн, 3,1 и 2 миллиона тонн экспорт с сопроченничной массой. При таких ситуациях это вполне нормальная вещь, потому что внутреннее потребление посрочного масла у нас достаточно стабильное и ровное, находится в районе 2,5-2,7 миллиона тонн. Нет существования новоростей и стабильное такой среди плана. Вот как у нас благодаря экспортному спросу и девальвации выросла цена на масло. Это естественно вытянуло цены на подсолнечных до рекордных уровней. Аналогичным образом подсолнцы благодаря девальвации развивались цены на сою и рапс. Сейчас рапс идет в новый сезон. Сезон озимого рапса уже начался. Цены снижаются от тех уровней, которые были в конце сезона 350 тысяч для изотонных сейчас в район 24 тысяч для изотонных может быть 26 но подсолнечных и соя сработали в конце сезона на хороших лет. Что касается будущего, сначала мы закончим сезон на высоких целей. если говорить о главной ценовой печке это Роттердам, где жидкие масла торгуются самым большим объемом подсолнечное, соевое и рапсовое, то именно благодаря очень мощному спросу Индии и Китая в этом сезоне особенно наконец-то произошел отрыв и переход цены подсолнечного масла через хотя бы примерно соевое масло. Это ненормально, но очень многие сезоны подряд подсолнечное масло было самым дешевым из жидких масла. Оно было очень дешевле рапсового масла, это понятно, там эти фисические цены благодаря спросу в георгейском союзе, но оно было дешевле соевого масла. И вот сейчас мы стали выше, чем соевое масло. Это в общем-то есть заслуга спроса Индии и Китая мощных нынешних покупателей этого продукта. Конечно же нам далеко до рапсового масла, но все-таки есть высокий спрос, мощный спрос, он держит цены и удержит их до конца сезона в таком позитивном росте. Дальше отмечу почему такое действие. Вот посмотрите, за 9 лет суммальный импорт Индии и Китая вырос в 3 грамма подсолнечного масла. Они наконец-таки раскусили еду. Они в большей степени употребляли пальмовое масло и соевое масло. из жидких масел соевое, а пальмовое масло это было основное употребление в Индии. И вот сейчас, вот последние два сезона, 19-й и новый 20-й год, я думаю, это будет еще дополнительное увеличение. Просто USD, это данные USD, они прогнозируют пока что, не начался сезон, они прогнозируют такой плоский рынок. Потом они изменят эти цифры и плоский рынок перейдет в более-менее такой подъемный рынок. Это традиционная их стратегия, традиционная цена, и поэтому пока не будем смотреть на 20-й и 21-й год. Главное, вот сезон 19-20-го года, чудесный рост, и это будет продолжаться. Это будет продолжаться и это будет залогом того, что вот сейчас Индия стала маркетмейкером на рынке подсолнечного масла, и если я смотрю, текущая цена СНД Индии это где-то 840-850 долларов на подсолнечное масло, новый сезон торгуется на октябрь в районе 770 долларов СНД на Индию. это очень важная вещь, потому что люди очень хорошие покупатели. Значит, таким же образом я пока вижу, что прогноз на начало сезона по украине, для того, чтобы продать вот туда в Индии по такой цифре, учитывая 710-715 долларов. Это хорошая цифра, особенно учитывая то, что в прошлом сезоне мы стартанули с нижних уровней и упали, по всему прочему, посмотреть, мы упали, мы по сравнению с Украиной стоим ниже где-то на 10 долларов, то есть для нас это просто 700 долларов. В прошлом сезоне мы вначале упали на 675, но потом из-за пандемии еще не ездили, но вначале 675. То есть в общем-то это позитив. Это есть позитив, который нам дает 10, 15, 20 долларов плюс по сравнению с тем, что было в начале сезона прошлого года. А вместе с тем что у нас есть девальвация рубля, опять-таки вспоминаем 65 в прошлом сезоне и 72 в этом сезоне, то цены на масло внутренние у нас, опять-таки благодаря тому, что мы говорили о том, уражный сектор будет дороже, чем в прошлом году, а значит будет выше цена на подсолнечный шрот, это гарантирует нам не снижение цен на подсолнечник, а скорее всего его рост, опять-таки тоже может оказаться это на плюс 2000 рублей на тонну по подсолнечнику по сравнению с тем, что это было в прошлом сезоне, но есть неприятность еще, опять-таки это все хорошая новость, естественно, есть плохая новость, плохая новость заключается в том, что неутонимый минсельхоз готовит нам повышение пошлины с 1 февраля, и мы можем увидеть, что экспортная пошлина с 1 февраля будет 20%, по сравнению с текущими 6,5%, во-первых, сейчас пока действует запрет на экспорт подсолнечника до 31 августа, с 1 сентября этого запрета пока что не планируется, значит, рынок открывается, экспортеры могут действовать в рамках своих возможностей, и, соответственно, не позволят сильно уронить цены на подсолнечник, но если и когда с 1 февраля, а это очень вероятно, ведется экспортная пошлина в 20%, это запретительная пошлина, то мы получим как сказать, все то же самое, что и в этом сезоне, только что называется с танцами немножко такого ну это будет танец Тарантелло в более быстром темпе, потому что надо скорее отэкспортировать, пока не началось, а начнется это первое февраля, но значит, опять-таки, резкий старт всех и вся, сначала по подсолнечнику, по экспорту, потом закрываемся, потом начинаем экспортировать масло, но как бы то ни было, если, что называется, кто-то не успел и опоздал до 1 февраля, никто не виноват, вот что может быть в негативе для рынка подсолнечника в новом сезоне. Похоже, у меня на этом все, большое спасибо за то терпение, которое вы ко мне имели. Спасибо.